Здравствуйте! Сегодня мы с вами познакомимся с такой темой, как указатели. Посмотрим, что такое указатель, что такое адреса, как можно инициализировать указатели и какие операции допустимы над указателями. Каждая переменная в программе – это объект, имеющий имя и значение. По имени можно обратиться к переменной и получить ее значение. Когда компилятор обрабатывает оператор определения переменной, вот, например, здесь у нас int и равное 10, он выделяет память в соответствии с типом, то есть сколько нужно под целый тип под int. Все обращения к программе переменной по ее имени, конкретно по i, заменяются компилятором на адрес области памяти, в которой хранится значение переменной. Программист может определить собственные переменные для хранения адресов областей памяти. Такие переменные называются указатели. То есть указатель – это переменная, значением которой являются адреса других переменных. Синтаксис объявления указателя – это тип указателя, звездочка и имя указателя. Здесь тип – это тип переменной, адрес которой может храниться в указателе. Если я указываю, что у меня переменная будет целочисленного типа, например, i, то я могу указать, вот здесь поставить int, звездочка и имя указателя. То есть вот это имя указателя будет указывать на мою вот эту переменную. Например, я объявила, начнем со второй строчкой, я объявляю, что у меня будет некоторая переменная d, это переменная будет вещественного типа, а конкретно типа w. Значение переменной – это сразу указываю, что там будет 3,14159. Теперь я говорю, что у меня будет указатель на эту переменную, указатель на переменную типа double. Я указываю double, указываю знак звездочка, указываю имя. Теперь, чтобы взять адрес своему операнту, нужно использовать однозначный оперсант. Я говорю, pd равно адрес d, то есть адрес d. Вот я, когда компилятор выделяет для d память, например, здесь на картинке, он выделил память, здесь будет храниться d, конкретно 3,14159, и выделил память под указатель. А вот в самом указателе будет храниться не число, а вот этот адрес. То есть я могу обращаться по имени, а могу обращаться по адресу к одному и тому же значению. Переменная d, например, так как это double, будет занимать 8 байтов. Я указала здесь 8 ячеек, например. А pd-4, такое количество памяти выделяется под указатели на 32-разрядных компьютерах. А мы с вами до этого говорили, когда говорили про типы данных, что сессии, пласт-пласт, они немного машинозависимы, то есть зависят от компилятора объема выделяемой памяти. Для доступа к объекту по его адресу используется унарный оператор раскрытия ссылки, или ее называют оператор разадресации, это звездочка. Например, я объявляю две целочисленные перемены х и у, сразу же придаю значение х в единичку, у – два. Я указываю, что у меня будет указатель на целый тип. Теперь говорю, мой указатель примет значение адреса х. Так как, когда я объявляла целочисленные перемены х и у, компилятор запомнил адреса, где хранятся х и у, тогда я говорю, p равен адресу х, то есть здесь у будет равен вот то, что хранится по этому адресу, а это адрес х, поэтому адресу хранится единичка, значит, у будет один. Здесь то, что хранилось, будет равно нулю. Так как здесь хранилось х, то х теперь станет ноль. Операции взятия адреса имеют более высокий приоритет, чем все арифметические операции, поэтому следующее выражение эквивалентный и обозначает увеличение переменной i на единицу. То есть, что я напишу, i равно i плюс один или i равно i плюс один. Что я напишу, указатель pi равен указатель pi плюс один. Что я напишу, плюс-плюс указатель pi, то есть плюс-плюс, это вы знаете, это инкремент префиксной формы или инкремент постфиксной формы. Все эти операции имеют одинаковый приоритет и однозначный. При использовании адресной операции разадресации, то есть вот звездочка, в арифметических выражениях следует остерегаться случайного сочетания знаков операции деления и разыменования. То есть, если мне нужна такая комбинация, а эта комбинация для компилятора означает начало комментария. И чтобы компилятор не понимал это как начало комментария, а понимал, как разделить на то, что находится по этому адресу, нужно адрес вот этот взять в скобки. К указателям применима операция сравнения. Таким образом, указатели можно использовать в отношениях, но сравнивать можно лишь те указатели, которые указывают на один и тот же тип, либо же имеют консактное значение 0, которое обозначает условно нулевой адрес. Например, вот рассмотрим пример по работе с указателями. Я говорю, что у меня будет указатель ПД, который указывает на некоторые вещественные типы, на тип ДАП. Теперь вывожу на экран адрес указателя равен, и вот этот адрес взяла. Так как я выделила, объявила указатель, то есть я под него выделила память, конкретно 4 байта, я вот этот адрес, который выделился компилятором, вытащила на экран, и он мне будет 00FFD94. Теперь я говорю, в Д я объявляю переменную Д того же типа, и в эту перемену сразу заношу значение. Теперь я хочу взять адрес самой переменной Д. Вот адрес переменной Д – это 00FFD. Если тут было 94, то здесь 84. То есть это не один и тот же адрес, это разные адреса. Теперь я говорю, мой указатель будет равен тому адресу, где хранится Д. То есть он скопирует адрес переменной Д, тогда значение указателя PD будет то же, что и у Д. Значение переменной Д – это уже само значение переменной. 3,1459. Вот следующий вывод. И последний вывод здесь – значение переменной, на которую указывает PD – это 3,1459. Теперь далее я изменяю значение Д, но не напрямую изменяю Д, а через указатель. Так как у меня указатель скопировал адрес Д, что я буду обращаться напрямую, что через указатель – это одно и то же. Я говорю, пусть вот по этому адресу будет храниться значение 2,71828. Выведу на экран значение Д будет 2,71828. То есть обратите внимание, Д я изначально указала вот такое, нигде с ним не работало, значение не меняла, но я поменяла это значение через адрес. И когда вывожу Д, то у меня уже будет новое значение Д. Теперь указала еще указатели на символьный тип, на целое число, и просто хотела выяснить, сколько байт в памяти занимает указатели на символьный тип, на целый тип, ну и на тип Double. Для того, чтобы узнать размер, использую стандартную фонсу SizeOf. То есть на CTR у меня будет 4 байта, на N 4 байта, ну и на Double тоже будет 4 байта. И еще обратите внимание, так как при компиляции компилятор нам каждый раз будет выделять участки памяти разные, по разным адресам, то эту программу я один раз прогнала, у меня были адреса такие, вот FD94 заканчивается, тут FD84. Второй раз прогнала эту же программу, тут же уже совсем другие адреса, что у указателя, что у переменной D. Третий раз прогоню, получит третьи адреса и так далее. То есть компилятор каждый раз будет выделять под эти переменные разные адреса, поэтому мы каждый раз будем работать с разными адресами. Указатели предназначены для хранения адресов областей памяти. В C++ различают три вида указателей. Указатели на объект, на функцию и на void. Эти три указателя отличаются свойствами и набором допустимых операций. Указатель не является самостоятельным типом, он всегда связан с каким-либо другим конкретным типом. В C++ аргументы функции передаются по значению. Это мы знаем, когда мы с вами проходили функцию, мы говорили, мы передаем значение, то есть мы передаем не буквально само значение, а копию значения. Передав функции адреса переменных, можно изменить их значение в вызывающей программе. При этом аргументы должны быть декларированы как указатели. Если указатель на переменную является аргументом функции, то внутри функции становится известен адрес этой внешней по отношению к функции переменной, что позволяет работать с этой переменной, в том числе изменять ее значение. Указатель на функцию содержит адрес в сегменте кода, по которому располагается исполняемый код функции. То есть адрес, по которому передается управление при вызове функции. А также для передачи имени функции в другую функцию в качестве параметра. Это для чего мы используем наши указатели на функцию. Указатель функции имеет тип указатель функции, возвращающий значение заданного типа и имеющий аргументы заданного типа. То есть, если мы вспомним, как мы указывали с вами функцию, мы говорили имя функции, тип возвращаемого значения и в скобках список аргументов с указанием типа. То же самое мы можем указать, что у нас будет не просто функция, например, а указатель на функцию с указателями типа. Например, давайте вот этот момент рассмотрим поподробнее. Например, у меня дает на первая функция, функция swap, которая имеет два аргумента, целочисленные аргументы, аргументы а и b. Вернет функцию что? Я не знаю, может вернуть все что угодно. Тело функции состоит из трех операторов присваивания. Я объявляю локальную переменную темпы. Эта переменная используется только внутри этой функции. Это целочисленная переменная. Вот я в эту локальную переменную записываю значение а, то есть присваиваю значение а. А присваиваю значение b, b присваиваю значение темп. То есть по логике вещей я а и b поменяла значение местами. Вторая функция тоже swap, swap2. также возвращает void, то, что может вернуть все что угодно. Те же целочисленные, но уже не переменные, а указатели на целый тип. Та же функция. Также беру целочисленную промежуточную, локальную переменную темп. Говорю, что темпы – это указатель на а. Указатель на а будет равен указателю на b, а указатель на b будет равен моей промежуточной темпы. В основной программе что я делаю? Указываю два целых типа а и b. Ввожу эти два числа. Вот, например, видите, два числа, вела 2, 5. Теперь обращаюсь к первой функции swap1 с аргументами 2 и 5. Так как я здесь указываю имена переменных, то я в саму функцию отправляю не значения 2 и 5, которые находятся по адресу где а и где б, а их копия. Сами значения а, б останутся без изменения. То есть 2 и 5 я скопировала, отправила сюда копии 2 и 5, темп будет 2, а будет 5, б будет 2. То есть если у меня было а, 2, б, 5, то теперь а, 5, б, 2. Но это внутри функции, так как я работала только с копиями. Теперь говорю, вывести на экран такое сообщение и конкретное значение а, конкретное значение b. У меня будет сообщение swap1, а равно, а вот значения 2 и 5 не поменялись, потому что здесь я использовала при вызове функции их локальные копии. Теперь я обращаюсь к функции swap2, она также меняет два аргумента в местах. И уже обращаюсь, не копию беру из а и из б, а говорю, обратись вот по адресу, где находится а, и возьми там значение а, а также обратись по адресу, где находится b, и возьми оттуда значение b. То есть сюда я отправляю 2, 5. Так, прошу прощения. Сюда я отправляю 2, 5. Меняю местами 2 и 5. Темп у меня будет 2. 2 будет 5, 5 будет 2. В основной программе я что делаю? Я вывожу сообщение swap2, а равно, а, b равно, b. То есть практически одно и то же. А вот здесь а и b реально поменяли значения, так как при втором вызове я использовала не локальные копии, а именно значения, находящиеся по адресу. Вот в этом и отличается использование указателей при работе с функциями. Указательный объект содержит адрес области памяти, в которой хранятся данные определенного типа, основного или составного. Простейшее объявление указателя на объект имеет вид тип, звездочка, имя объекта, где тип может быть любым, кроме ссылки и битового поля. Причем тип может быть к этому моменту только объявлен, но еще не определен. До настоящего времени мы с вами сработали со стандартными типами. int, double, char, например, да? А на самом деле я могу сказать, что у меня будет указатель на тип, который еще не существует. Я его потом создам. И этой ошибки не будет. Звездочка относится непосредственно к имени, поэтому для того, чтобы объявить несколько указателей, требуется ставить ее перед именем каждого из них. Вот здесь, например, int, указатель а на целый тип, переменная целого типа и указатель с на целый тип. То есть у меня тут два указателя целочисленных и переменная целочисленная. Даже если я b и c поменяю местами, будет указатель а, указатель c, b. То есть звездочка должна быть и перед а, и перед с. Указатель на void применяется в тех случаях, когда конкретный тип объекта, адрес которого требуется хранить, не определен. Например, если в одной и той же переменной в разные моменты времени требуется хранить адреса объектов различных типов. Указателю на void можно присвоить значение указателя любого типа, а также сравнивать его с любыми указателями, но перед выполнением каких-либо действий с области памяти, на которую он ссылается, требуется преобразовать его к конкретному типу явным образом. Для инициализации указателей существует несколько способов. При определении указателя надо сначала его инициализировать, то есть присвоить начальное значение. Непреднамеренное использование неинициализированных указателей – это распространенный источник ошибок в программах. Существует четыре способа инициализации указателей. Рассмотрим. Первый способ – это присваивание указателю адреса существующего объекта. С помощью операции «Получение адреса», например, я здесь указываю целочисленную переменную, присваивая ей значение a, в том, говорю, целочисленный указатель p, и в него записываю адрес a. Вот этот адрес а означает адрес a. То же самое, но уже через скобки. То есть я могу через знак равно указать, а могу указать через скобки. Это одно и то же, выполненное разными способами. С помощью значения другого уже инициализированного указателя. То есть если p я здесь уже инициализировала, то я могу сказать, что указатель n на целый тип будет равен p. Он будет абсолютно иметь те значения, что и p. Указатель на один и тот же адрес. С помощью имени массива или функции, которые трактуются как адрес. Например, если указываю, что у меня есть целочисленный массив в размерности 10, то указатель t на целый тип равный b, он будет указывать не на весь массив, а на начало массива, так как массив — это последовательно расположенный элемент. Второй способ — это присваивание указателю адреса области памяти в явном виде. Например, мы говорим, vp — это указатель на тип чар, и присваиваю конкретное значение. Это 16-ричная константа. Вот под таким именами у нас хранятся адреса. Это вы только что видели, когда мы рассматривали. Вернусь немножечко. Программу рассматривали. И у нас вот здесь адреса все хранятся в таком вот формате. Так, остановились. Чар звездочка. В данном случае звездочка — это не отдельно используется, а это именно операция приведения типа. То есть наша константа, она преобразуется к типу указатель на чар. Третий способ — это присваивание пустого значения. Например, int указатель на целый тип равен 0. Здесь вот этот способ записи присваивания пустого значения, он определен в некоторых заголовочных файлах C++ как указатель, равный 0, то есть сам 0. Рекомендуется вообще использовать такую форму записи указатель целого типа равен 0, явным образом, так как это значение типа int будет правильно преобразовано стандартными способами в соответствии с контекстом. Поскольку гарантируется, что объектов с нулевым адресом нет, пустой указатель можно использовать для проверки, ссылается указатель на конкретный объект или же нет. Ну и четвертый способ — это выделение участка динамической памяти и присваивание ее адреса указателю. Если до сих пор мы говорили, что компилятор сам выделяет память, то мы можем выделить память. Выделяет память с помощью операции new. используется как new целый тип, так как я указала здесь n, это целочисленная переменная. Здесь new int 10 круглых скобок, здесь new int 10 квадратных скобок. В чем они различаются? В первом операторе, где было просто new int, операция new выполняет выделение достаточного для размещения величины типа int участка динамической памяти и записывает адрес начала этого участка в переменную n. Память под саму переменную n выделяется на этапе компиляции. В операторе 2, кроме описанных действий, производится инициализация выделенной динамической памяти значением 10. То есть здесь я просто выделила память, а здесь сразу же туда занесла значение 10. А вот в операторе 3 операция new выполняет выделение памяти под 10 величин типа int и записывает адрес начала этого участка в переменную q. Чтобы не перепутать вот эти два оператора, запоминаем в квадратных скобках, мы указываем массивы. И здесь аналогично выделяется память под 10 целочисленных переменных. и начало этого участка доносится в q. В операторе 4 через функцию малых делается то же самое, что и в первом операторе, то есть выделяется память под целочисленную переменную, но с помощью функции выделения памяти малых. Эта функция унаследована из библиотеки все. Эта функция передается один параметр – это количество выделяемой памяти в байтах. А так, кому точно не знаем, мы говорим size of и конкретно int. В зависимости от того, какой у нас компилятор, тут могут быть разные объемы памяти. Конструкция int и int звездочка используется для приведения типа указателя возвращаемого функции к требуемому типу. Если память выделить не удалось, функция возвращает 0. Операцию new использовать предпочтительнее, чем функцию малых, особенно при работе с объектами. Освобождение памяти необходимо выполнить с помощью операции delete. А если мы выделяли память через малых, то нужно будет освобождать с помощью функции free. Например, вот здесь небольшой пример рассмотрим. Я говорю, что у меня pd – это указатель на тип double. Выделяю память под такой тип. Заношу сюда значение. Указываю, что это будет из корт T3. Вывожу. Просто на экран посмотреть, что будет делать. Так как, например, далее, если мне этот участок памяти не нужно будет в программе, то я могу освободить память. Освобождаю через delete pd. Вот так как я здесь выделила под одну перемену, я просто указала одну перемену. Если я буду выделять через массив, я должна указать delete и квадратные скобки. Но с этим чуть позже, когда будем рассматривать массивы и динамические переменные. Над указателями можно произвести ряд операций, такие как разадресация или косвенное обращение к объекту, это через звездочку. Присваивание, сложение с константой, вычитание с константой, инкреминг, декреминг. Операция сравнения и приведения типа. При работе с указателями часто используют операцию получения адреса. То есть, чтобы получить адрес, мы используем амперсант, а чтобы обратиться к объекту, мы используем звездочку. Операция разадресации или разыменования предназначена для доступа к величине, адрес которой хранится в указателе. Эту операцию можно использовать как для получения, так и для изменения значений величины. Например, здесь мы объявляем, что это у нас а переменная типа чарт. Здесь мы говорим выделить память под указатель и под динамическую переменную типа чарт. Здесь присваиваем обоим значениям конкретные значения. То есть мы присваиваем, так как это чарт 1, 0, а здесь мы указываем B. Над указателями можно применить арифметические операции. Это сложение с константой, вычитание, increment, decrement. Автоматически они учитывают размер типа величин адресуемых указателями. Эти операции применимы только к указателям одного типа и имеют смысл в основном при работе со структурами данных, последовательно размещенными в памяти, например, с массивами. Но это понятно. Если у нас объекты переменной размещены не в подряд, а в произвольном порядке, то наши операции, такие как сложить к адресу какое-то число или вычесть, не дадут нам тот адрес, который мы хотим получить. Итак, сегодня мы с вами познакомились с понятием указателя. Самое главное, что вы должны понять, что указатель – это адрес некоторой переменной. Этот адрес, сам указатель, выделяется, определяется программистом. То есть компилятор выделяет память под некоторую переменную. Программист выделяет память для того, чтобы хранить адрес той переменной, которой выделил компилятор, тот адрес. Получается, как бы адрес и адрес. Еще что можно знать? Мы должны знать, что мы можем обратиться к объекту через звездочку и взять адрес через адресайт. На экране у вас вопросы для самоконтроля, на которые вы должны уметь ответить, и список рекомендуемой литературы. Эту тему мы пока не завершаем. Мы дальше посмотрим, как работать с указателями и с динамическими массивами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok